В 90-е годы, после событий 1991 года, наступил так называемый не только общественный, социально-политический реванш в стране, но и наступил реванш в известной степени научный. Это было время, когда появилась масса работ, причем я не скажу, что это были работы профессиональные, это были работы полупрофессиональные, это была публицистика, это были люди так называемого интеллектуального труда, люди СМИ, которые практически постарались зачеркнуть, опрокинуть все, что было создано в области исторической науки, в советское время, со всеми атрибутами, со всеми идеями, со всеми персоналиями и так далее. Может быть, вы с вами согласились, но я думаю, что это можно вполне назвать научным реваншем революционной поры, которая, однако, к моему удивлению и к моей радости, не затронула практически исторической науки. Историческая наука осталась, я бы сказал, вне этого реванша. И я помню эти годы, когда очень многие упрекали историков, в том числе и сотрудников нашего института, «А вы что сидите? А вы что молчите? Почему вы не выступаете? Почему вы не клеймите? Почему вы не пересматриваете? Почему вы то? Почему вы сё?» Но дело всё в том, что учёных втянуть в политическую полемику вот такого порядка было очень сложно, поскольку учёный человек, он ведь работает в библиотеке, в архиве, он работает за столом, он доверяет, прежде всего, не политическим сентенциям, он доверяет, прежде всего, фактам, он доверяет источнику. И вот я думаю, что в 90-е годы это был период накопления сил, переориентации, переосмысления, новых подходов, когда научные работники, историки очень осторожно подходили к этим оценкам и очень постепенно переходили к переоценке ценностей прошлой советской эпохи. И в конце концов, я думаю, что вот эти 90-е годы и начало 20-го века, это состоялась как раз вот эта самая переоценка, но очень осторожная, очень аккуратная, на базе огромного количества опубликованных источниковых материалов и на базе очень аккуратного, очень спокойного, вдумчивого подхода к различного рода эпохам, периодам, людям и так далее, и так далее. Я думаю, что тот, кто говорит сегодня, что, собственно говоря, ничего не было, ничего не состоялось, я думаю, что это всё не совсем правильно. Ну, возьмём, к примеру, методологию. Какую методологию мы имели до событий 89-го, 90-го года? Мы имели чётко выраженную методологию, как вы знаете прекрасно, мы все исповедовали эту методологию, маршистско-ленинская, классовые, социально-экономические, так сказать, ориентиры были здесь основными, политические, классовые моменты выходили на передний план. В 90-е годы и в начале 20-го века эти ориентиры практически отступили в прошлое, стали реликтом нашей исторической науки. Правда, не для всех, не во всём, и не по всем периодам, но, тем не менее, эти постулаты, так сказать, маршистско-ленинские, прежде всего, в их, так сказать, сталинском выражении, краткокурсовском выражении, они стали реликтами, они отступили на второй план. Это было самым главным, по-моему, самым важным достижением методологическим 90-х годов и начала 20-го века. На первый план вышли проблемы цивилизационные. Вот сейчас очень многие говорят о сочетании цивилизационного фактора, цивилизационных критериев в понимании истории и критерий формационных. Наверное, в конце концов, в 90-е годы и в начале 21-го века, вот эти критерии, они заняли своё место в нашем научном творчестве. И сейчас только ленивый не говорит о цивилизационных проблемах, которые являются критерием для понимания общества, как в древности, так и в средние века, так и в новое, новейшее время. Но что я хочу сказать, что говорить-то говорят, но что такое цивилизационные критерии? Как цивилизационные критерии применяются к пониманию истории? Об этом люди имеют весьма смутное представление. Весьма смутное представление. Но дело в том, что в 90-е годы как раз в серии публикаций, журнальных публикаций, дискуссионных материалов, спорных каких-то статей, как раз это всё было определенно высказано и как раз вышло на странице нашей печати, когда говорилось о том, что цивилизационные критерии – это критерии, которые намного шире, важнее, глубже, масштабнее, чем информационные моменты. Это и территориальные вопросы, это и этнические проблемы, это и ментальность народа, это и бытовые отношения, культурно-бытовые отношения в обществе, когда действительно появляется возможность оценить эпоху с точки зрения крупных, больших, масштабных каких-то сдвигов в общественном сознании и так далее. Вот недавно была опубликована статья, она как бы подводит итог вот этим размышлениям и этим спорам. Статья, которая недавно была опубликована в «Вопросах истории», о том, что такое эпоха, что такое цивилизация, что такое, как применяются эти критерии к нашей эпохе, на первый план выносятся проблемы, связанные с технологическими моментами. Это промышленные перевороты, это конца XVIII века, потом конца XIX века, потом уже компьютерная революция XX века, когда вот эти основополагающие технологические сдвиги влияют на все сферы общества. Мы не можем писать уже историю России без обращения к региональной истории. Мы не можем уже писать историю нашей страны без того, чтобы привлекать историю Якутии многотонную, историю Мордовии, историю Удмуртия, историю Дагестана. Все это было создано в 90-е годы. И во многих отношениях вот эти работы основаны на местном материале, на местных источниках, диктуют понимание не только региональной истории, но и общероссийской истории. Есть такая точка зрения, что главное, что дали 90-е годы, это источники. А больше ничего там и нет, не было, все остальное ерунда. Вот источники, да, источников поиздавали действительно много. Я полагаю, что издание источников различного рода центрами, университетами, Росархивом, Фондом Демократии, архивом ФСБ, это было колоссальное совершенно прорывное явление в нашей науке, и даже, я бы сказал, в мировой науке. Именно благодаря изданию источников и на основании них создание новых работ привело к тому, что российская наука не только стала мировой наукой, в полном смысле этого слова, но она не только стала вровень с мировой наукой, она превзошла, и исходя из того, что она была близка к этим источникам, к этим российским источникам, она превзошла во многих отношениях мировые подходы к нашей собственной истории. И это признавали очень многие историки, которые приезжали к нам сюда и с удивлением листали вот тома этих колоссальных изданий, которые их действительно шокировали, как ученых. Я помню Хоскинга, помню англичанин-академика Свака, Венгра, помню французов, которые действительно, как вам это все удалось сделать за последние годы. А Россия это удалось сделать за последние годы. И вот я считаю, что и Росархив, и архив ФСБ, с которым мы сотрудничали, и сотрудничаем очень много и очень успешно, в этом отношении совершили действительно прорывные шаги. Но я хочу сказать о Лубянке, об этом Десятитомнике. Хочу сказать о проекте власти и общества российской провинции, о прекрасных томах. Их 10 томов, которые изданы в Нижнем Новгороде, в Викенбурге, в Челябинске. Можно сказать о фонде демократии. Многие будут морщиться, улыбаться. Но вот я когда смотрю на эти 20 томов фонда демократии, огромное количество источников, порой плохо обработанных, порой плохо прокомментированных, но они изданы, они есть, они существуют, ими можно пользоваться. Я помню, когда Яковлев отчитывался по этим томам на президиуме РАН, то полемика очень была жесткая. Его упрекали недоброкачественности, обработки, публикации и комментирования этих источников. В общем, он это признавал. Он говорил так, я хотел это сделать быстро. Я хотел это в конце издать, в конце концов, пока и была возможность. Такая возможность была. Вопрос другой, есть ли сегодня такая возможность? Это уже вопрос, как говорится, философский. Но фонд демократии это сделать успел. Материалы ГУЛАГа, которые были изданы во многих краях и областях, они сегодня стоят на полках. Работы, связанные с рассекречиванием и публикацией архивов ЦК, Политбюро. По гражданской войне, Колчак, естественное дело было издано. Данилов, трагедия советской деревни и советской деревни глазами ВЧК, ОГПУ, НКВД. Это все 90-е годы, это все начало 20-21 века. Письма во власть, Зимняя война, совершенно по-новому освещающая советско-финскую войну. Том феноменальный, который вызвал действительно всплеск огромного интереса к этой проблеме и в России, и в Финляндии. Все это вот источники, которые являются частью общего нашего исторического, так сказать, фронта, исторического прорывного инновационного дела. Вторым пунктом нашей сегодняшней программы является программа, связанная с единением народов. Я думаю, что это тоже тесно связанного с этими общими инновационными подходами в нашей истории, о которых я говорил до этого, не полностью, конечно, и фрагментарно, но, тем не менее, о многом упомянул. И вот эта линия, единая, народная, 1612 года, 1812 года, 1942 года, это линия, которая сегодня и выходит на первый план в наших инновационных подходах. Думаю, что вот эти все даты, и дата смутного времени, и дата 1812 года, и даты, связанные с войной, они, конечно, составляют общую инновационную такую ткань нашей современной историографии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!